Об уровне развития головного мозга всех приматов по отношению к другим животным. Человека даже не берем. Берем остальных приматов. И берем уровень развития головного мозга. Здесь сразу возникает несколько вопросов интересных. А в каких единицах будем считать уровень развития? Просто величина мозгов? Нет. Отношение к массе. О, отношение к массе тела. Гениально. Это единственное правильное решение. Сама в себе величина мозгов ни о чем не говорит. Как по-вашему, у нас с вами и у людей самые крупные мозги? Да ничего подобного. У слона, конечно, в несколько раз больше. А у кита еще больше. Здесь важное отношение массы мозга к массе тела. Коэффициент циркуляризации. Берем разных совершенно животных и смотрим, какой это коэффициент. Как по-вашему, примат, он будет низкий или высокий? То есть мозгов много или мозгов мало? Высокий. А почему? Потому что они такие умные, добрые, обаятельные. Вопрос, почему? Ребята, вся наука начинается с вопроса, почему. Можно, конечно, обойтись и без ответов на этот вопрос и говорить, что я в это верю. Это будет нормально, жить в общем можно, но никакого отношения к науке такой подход не имеет. Почему примат мозговит? Мы нужны увеличение из последних дел головного мозга, чтобы, собственно, обрабатывать поступающую деятельную информацию, чтобы еще развить коробу головного мозга, что обусловлено сложное поведение. И, может быть, немного увеличить вестибулярный аппарат, так как мы уже хорошаем телец. Отлично, отлично. Подумайте вот о чем. А вообще умным быть выгодно? Сильным быть выгодно? Вас обманули. Простейший пример. Допустим, вы выросли и решили заняться бизнесом. И завели торговую сеть. Аж из четырех киосков. У вас есть четыре киоска, где торгуют всем жизненно необходимым. Сникерсами, жвачками, наклейками и так далее. Вот вы бизнесмен. И для того, чтобы ввести свои торговые расчеты, проекты, контакты торговые устанавливать, вы строите вычислительный центр, закупаете суперкомпьютер и нанимаете штаб лучших программистов. Скажите, пожалуйста, что с вами будет в качестве бизнесмена при такой постановке дела? Почему на человек ставят такие цели? Затраты какие? Гигантские. А можно ли те же самые задачки решить на примитивной считалке? Можно. Значит, какой бизнесмен выиграет? Обладатель сверхмощной вычислительной техники или обладатель ровно той техники, которая нужна для решения данного класса задач. Конечно, второе. Насколько умным надо быть? Все это полностью зависит от того, какой класс задач, какой класс сложности задач реально встречается в вашей жизни. Если ваши вычислительные возможности превышают этот уровень, вы начинаете проигрывать. Начинаете проигрывать тем, кто решает те же самые задачки с меньшими затратами. Ведь решение любой задачи – это штука затратная. Столк, мы говорим про ситуацию в неизменной среде. Как только среда хотя бы чуть-чуть поменялась, ситуация резко меняется. Дело в том, что если ваша вычислительная система посложнее, ее можно адаптировать под новую программу. Более жесткая, более ограниченная система под них не адаптируется. В результате, при изменении в среде, вот этот запас, запас на будущее, на возможное будущее, он, конечно, даже даст выигрыш. А в стабильной среде уровень развития нервной системы, конечно, соответствует уровню сложности задачи. И отсюда ваше рассуждение обладает совершеннейшей безукорительностью. Но про различие между 2D, допустим, анимацией, и 3D анимацией, все понимают? Как по-вашему, какую программу писать сложнее? Программу для 2D мультика или для 3D мультика? Для какой программы желательно иметь более совершенную технику? Нет, анимационная программа очень сложная, 3D программа. А теперь смотрим. Ролик движется в трехмирной среде или, строго говоря, в двухмирной, на плоскости? В трехмирной? То есть степь выглядит вот так, да? Движение по плоскости – это движение в 2D. 3D элемент крайне незначительный. А движение в кроме дерева? А движение в кроме дерева – 3D движение, разумеется. Какой уровень сложности программирования рефлекторных движений должен быть? С учетом уже не двух координат, а трех. А это качественный скачок. Не 2D-картинка. В зрительной системе кролика 3D-картинку просто не создает. Там нет третьего. А у приматов 3D-картинка объемная. В результате, что мы получаем? Древесный образ жизни дает заказ на усложнение нервной системы. Причем не только зрительная зона, не только двигательная зона. Ведь самая главная задачка другая – взять и сопоставить картинку с планом движения. Кто знает, а как называются те отделы нервной системы, те отделы головного мозга, которые как раз занимаются сопоставлением. Берем информацию из одного блока и сравниваем с информацией из другого блока. На самом деле, это самое главное отделы. Именно с ними связано то, что мы будем называть мышлением ассоциативные отделы. Ассоциация – это взаимосвязь. Ассоциативные отделы головного мозга. У приматов происходит не просто отдельное очаговое развитие, а просто глобальное развитие. Если уж хочешь обитать на деревьях, если осваиваешь эту среду, они ведь туда нет хорошей жизни полезной на деревьях. Не из трасси к путешествиям. А в какой причине приматы стали 40 миллионов лет назад заселять древесный ярус? Разумеется, снижение конкуренции раз, и потом отсутствие хищников. На земле хищная млекопитающая, ну, хищная рептилия, как на времени вымерла, на некоторое время, на несколько миллионов лет, самыми крупными хищниками на земле становятся птицы, наземные нелетающие птицы. Ну, были такие ребята, вот такого просто примерного, с вот такой головой, как у лошади. Три четверти этой головы вставлял клюв, который по форме больше всего на боевой топор, сикилку ходил. Это прораки, во-первых, и диатримы, во-вторых. Вот это одно время были крупнейшие наземные хищники. Хорошо, на деревьях ничего подобного не было. Но на деревьях существовали, кстати, группы существ, реально опасные для приматов. Уже тогда, уже 40 миллионов лет назад. Кто? Кошачьи? Кошачьи, они еще не произошли. Они происходят слегка позже приматов. Кто, кто правильный ответ был? Змеи. Змеи. Отсюда очень особое отношение к змеям не только у людей, а практически у всех приматов. Ясно, что люди, регулярно общающиеся со змеями, относятся к ним ни хуже, ни лучше, чем к остальным животным. Но для человека неподготовленного у него тут же вскрываются древние программы. А древние программы взаимоотношений приматов со змеями далеко не самые радостные. Получили развитие головного мозга. И вообще немножко шире центральная нервная система. Продолжение следует...